Здравствуйте, ребята! На уроках географии вам необходим учебник, атлас с контурными картами 7 класс и общая тетрадь в клетку. В прошлом году, изучая географию, вы узнали о некоторых законах природы и об особенностях окружающего нас мира. Куда и почему дует ветер, какие бывают облака и как они образуются? Вы узнали, что на Земле формируются 4 оболочки Земли литосфера, гидросфера, атмосфера и биосфера, которые взаимодействуют друг с другом. Это и многое другое вы уже знаете. А значит, пора двигаться дальше. В этом году мы с вами продолжим изучать самую удивительную и самую увлекательную науку география. Ни одна наука так не богата захватывающими приключениями. В течение многих столетий география была одной из самых уважаемых наук. Короли и императоры лично принимали путешественников и часами слушали их рассказы об открытых землях, морях, о богатствах далеких стран. Ребята, давайте вспомним с вами, что означает слово география. Само слово география появилось более двух тысяч лет назад в Древней Греции. Книгу с таким названием написал во втором веке до нашей эры ученый Эра Тосфен. Она рассказывала о природе стран, лежащих на берегах Средиземного моря. Эра Тосфен описал эти земли. Отсюда и название книги, география. В переводе с греческого это значит землеописание или записки о земле. Гео-земля и графа-описывая. Очень многие термины, которыми пользуются современные географы, имеют греческое происхождение. Так что к концу учебного года вы будете знать много греческих слов. У истоков географии стояли великие люди. Эра Тосфен, Страбон, Геродот, Птолемей, Аноксимандр и другие. С тех пор это слово стало названием науки. Что изучает география? Давайте ответим на этот вопрос, разгадывая ребус. Что у нас получилось? Первое слово – природа, второе слово – население. География – это наука о природе земной поверхности, а население и его хозяйственной деятельности. А что же мы с вами будем изучать в седьмом классе? В седьмом классе мы с вами изучим природу материков и океанов Земли. Рассмотрим взаимосвязь природных процессов и закономерности их развития. Изучим влияние человека на природу, ее развитие и изменение естественным путем, а также под воздействием человека. Разработаем рекомендации по наиболее рациональному использованию природы, а также ее охране. Для чего необходимо изучать географию материков и океанов? Земля – лучшая планета Вселенной, просто потому, что она наша родная планета. Это общая родина для всех ее жителей, а родину нужно любить. Но нельзя любить то, чего ты не знаешь. Поэтому так необходимо изучать свою планету, чтобы стало окончательно ясно, как нам с ней повезло. При изучении географии материков и океанов мы постараемся с вами ответить на такие вопросы. Что, где, когда, почему, как, что предпринять. Ребята, вы помните, что поверхность Земли составляет 510 миллион километров квадратных, суша – 149 миллионов километров квадратных и вода – 361 миллион километров квадратных. На карте видно, что вода и суша на поверхности Земли распределяются неравномерно. Большая часть поверхности земного шара занята мировым океаном. Суша тоже распределяется неравномерно. В северном полушарии суши больше, чем в южном, а в восточном – больше, чем в западном. Из-за неравномерного размещения суши и воды северное полушарие Земли называют материковым, а южно – океаническим. К мировому океану относят Тихий, Индийский, Атлантический и Северно-Ледовитый океаны. Какой из океанов самый большой по площади? Среди океанов самый большой Тихий. Ему принадлежит половина площади всего Мирового океана и более половины объема воды. Здесь находятся максимальные глубины. И самый маленький по площади – Северный Ледовитый океан. Он почти в 13 раз меньше Тихого океана. Но с 2000 года официально на мировых картах появился еще один океан – Южный, расположенный у берегов Антарктиды, граница которого проходит по параллели 60 градусов южной широты. В него входят южные участки Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Принятая площадь Южного океана – 20,3 миллион километров квадратных. Ребята, посмотрите на карту. Вы видите, что суша делится на отдельные части. Эти огромные массивы суши называются материками. Многие слышали другое их название – континенты. Слова материки-континент – это синонимы. Помните, что это означает? Вы проходили это на уроках русского языка. Синонимы – слова разные по звучанию, но одинаковые по смыслу. Деление суши на материки и континенты связано не с человеческой историей, а с научными данными о современном геологическом строении земной коры. На нашей планете шесть материков – Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида и Австралия. Они различаются размерами, очертанием береговой линии, внутренним строением, рельефом. По геологическому положению и истории образования материки подразделяются на северные и южные. К северным относятся Евразия и Северная Америка, к южным – Африка, Южная Америка, Антарктида и Австралия. Термины материки-континент имеют научное значение, а вот термин «часть света» делит сушу по историко-культурному признаку. Понятие «часть света» ввел в VI веке до н.э. древнегреческий ученый Анаксимандр. Древние греки выделяли три части света – Европу, Азию, Африку, которую тогда называли Ливией. Эти три части света стали называть Старым светом. Новым светом Америка Веспуччи предложил называть неизведанные ранее земли, в плаваниях к берегам которых он участвовал. Эти земли в его честь были названы Америкой. Позднее в перечень частей света вошли открытые европейцами Австралия и Антарктида. Ребята, к суше еще относят и острова. Остров – это часть суши, со всех сторон окруженная водой. Мы с вами поговорим об островах, расположенных в морях и океанах. Если и острова, и материки – участки суши, окруженные водой, то чем самый большой остров планеты Гренландия отличается от самого маленького материка Австралии? Только размерами. Австралия больше Гренландии почти в четыре раза. Островов очень много – десятки тысяч. Острова могут быть одиночными, но чаще они образуют островные группы, которые называются архипелагами. Острова исключительно разнообразны. Большие и малые, гористые и плоские, приветливые и суровые. Внешний облик острова зависит от его происхождения. А по происхождению острова бывают трех видов – материковые, вулканические и коралловые. Материковые острова чаще всего образуются в результате медленных движений земной коры. Материковые острова – самые заметные на карте. Чем они заметны? Своими размерами. Вулканические острова представляют собой вершины подводных вулканов, поднимающиеся выше уровня моря. Вулканические острова очень неспокойны и непостоянны. Они могут увеличиваться по площади, а могут и довольно быстро разрушаться. Вулканические острова есть во всех океанах, кроме Северного и Ледовитого. Больше всего вулканических островов – в Тихом океане. Коралловые острова. Эти острова созданы живыми существами – коралловыми полипами. Коралловые полипы – это микроскопические обитатели моря, живут огромными колониями, а умирая, оставляют после себя мельчайшие известковые скелетики. Из них-то с течением времени и образуются огромные коралловые постройки. Коралловый остров Атолл, как правило, имеет кольцеобразную форму. Возникновение Атоллов часто связано с вулканическими островами. Именно на подводных склонах вулканов поселяются коралловые полипы. Со временем они образуют вокруг острова правильное кольцо коралловых рифов. Огромные скопления коралловых островов находятся в Тихом океане. Долгое время человек собирал сведения о своей планете, путешествуя по ней. В странствиях проводили свою жизнь купцы, моряки, солдаты и пираты. Они привозили рассказы о далеких, никому не изведанных странах. Сейчас для получения географических знаний нам совсем не обязательно отправляться в трудные и опасные путешествия. Хотя для ученых-географов, как и сто лет назад, экспедиции – это часть их работы и жизни. Мы можем получать сведения о нашей планете из книг, посвященных природе. Это не обязательно научные книги. Это могут быть художественные произведения, посвященные путешествиям и приключениям. В книгах Жюль Верна, Майнрида, Владимира Обручева можно найти не только сведения о природе далеких мест, но и рассказы о необычных и увлекательных приключениях. Важный источник географических знаний – учебники, журналы, энциклопедии, справочники, специальные словари географических терминов или названий. После начала космической эры новым источником знаний стали рассказы космонавтов и аэрокосмические снимки. В географии очень важны наглядные источники информации, самые главные из которых – географические карты и планы. По карте можно выявить скрытые географические закономерности, установить связи между отдельными объектами и явлениями, например, между геологическим строением Земли и рисунком речной сети, между характером береговой линии и высотой приливов. Анаксимандр был первым древнегреческим географом, изобразившим карту мира в VI веке до н.э. Для разных целей требуются разные карты. Карты по содержанию бывают общегеографическими и тематическими. Какие карты являются общегеографическими? Это карты, по которым мы с вами можем получить не одну информацию, на них показаны основные географические объекты территории. Например, к ним относятся физические карты, на которых изображены рельефные и водные объекты. Тематические карты очень разнообразны. Например, климатическая карта мира раскрывает климат разных территорий Земли, или почвенная карта дает информацию о размещении почв на земной поверхности. Карты по масштабу делятся на три группы. Крупномасштабные, среднемасштабные и мелкомасштабные. Крупномасштабные карты, например, карта города Бишкек. Наиболее подробно территория показывается на топографических крупномасштабных картах. Среднемасштабные, например, карта из Сыкульской котловины. Мелкомасштабные, например, политическая карта мира. Карты по охвату территории. Это карты, изображающие весь мир. Иду карт, изображающие страны и небольшие территории. Карты по назначению. Это карты, которые созданы специально для каких-то целей. Например, на уроках географии, знакомые с природой материков и океанов, мы будем использовать учебные карты. А туристические карты предназначены для туристов, которые оказались в незнакомых городах, или жителям самих этих городов. Есть еще одна карта, контурная. На этой карте отмечены контуры материков, островов, изображены реки и озера. И такие карты нам понадобятся для выполнения практических работ, где вы самостоятельно будете наносить географические объекты, следуя определенным правилам. Ребята, а теперь внимательно посмотрите на контурные карты, на которых изображен самый большой остров – Гренландия. Что вы заметили? Правильно, на всех трех картах очертания Гренландии выглядят по-разному. Как вы думаете, почему? Вы знаете, что наша планета, Земля, имеет шарообразную форму – геоид. И нанести его на плоскость просто невозможно. Но несмотря на это, в XVI веке фламандский картограф и географ Меркатор разработал теорию картографических проекций и систему обозначений. В связи с этим ему пришлось создать новую науку – картография. Картография – это наука об исследовании, моделировании и отображении пространства в виде плоских карт, рельефных и объемных карт – глобусов. Что такое картографическая проекция? Это математический способ перенесения параллелей и меридианов шарообразной поверхности Земли на плоскость. Поэтому на любой карте есть искажения. По свойствам изображения проекции карты могут быть равноугольными, где сохраняются углы, равновеликими, где сохраняются величины площадей, произвольными – это где и углы, и величины искажаются в меньшей степени. На карте мира Эбсторфа, датируемой предположительно 1300 годом, изображен Христос, наблюдающий за людьми из рая. Европа расположена в левой части круга Земли, а Иерусалим помещен в центр мира. Такая карта была бесполезной для мореплавания и торговли. Об этом же думал и Герхард де Кремер из Дойсбурга. В 1569 году этот теолог, математика, географ, более известный под именем Меркатор, первым отобразил трехмерность земного шара на карте. Очертания континентов все еще искажены, но эта карта, известная как проекция Меркатора, стала надежным навигационным руководством. Какие существуют картографические проекции? Цилиндрические проекции. На цилиндрической проекции искажения малы у экватора возрастают к полюсам. Впервые применил равноугольную цилиндрическую проекцию Герард Меркатор. Коническая проекция. Площади материков сохраняются, а у полюсов сильно искажаются. Такие проекции удобны для изображения территорий, расположенных в умеренных широтах. Здесь наименьшее искажение. Азимутальное. Точное изображение небольшой поверхности. Изучая суть проекции, надо помнить положение. С переходом сферы в плоскость неизбежны искажения. Карты вовсе не безгрешны и в пределах разных норм нарушают верность линий, площадей, углов и форм. Следующая революция в картографии, сделанная Герардом Меркатором, было создание Атласа. Слово Атлас введено Меркатором в XVI веке в честь мифического короля Левия Атласа, якобы изготовившего небесный глобус. Полностью Атлас Меркатора был напечатан только после его смерти. А теперь, ребята, давайте закрепим полученные знания. Ответьте на четыре вопроса. Субтитры создавал DimaTorzok Напишите самый большой океан, материк, остров Земли. Океан Тихий, материк Евразия, остров Гренландия. На Земле есть несколько стран, которые лежат в двух частях света. Попробуйте написать эти страны. Египет, Россия, Турция, Казахстан, Кипр и другие. Напишите страну, занимающей целый материк. Австралия. Математический способ перенесения параллелей и меридианов шарообразной поверхности Земли на плоскость называется картографические проекции. Ребята, следующее задание. Определите виды картографических проекций по виду изображения меридианов и параллелей под цифрами 1, 2 и 3. Первая проекция цилиндрическая, вторая проекция коническая, а третья азимутальная. На этом наш урок подошел к концу. Мы живем на замечательной планете, красивой, но очень хрупкой. Нужно любить ее и беречь, а для этого ее нужно знать. Те знания, которые вы получили сегодня на уроке, это маленький шаг в познании мира. До свидания, ребята! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok